Привет друзья! Привет начинающим всем пчеловодам! Привет всем зрителям! Сегодня речь пойдет о том, почему гибнут пчелы зимой. Возможные причины гибели и решения. Зима является очень таким ответственным периодом в пчеловодстве. Если неправильно подготовиться к зимовке, то можно потерпеть большие, так сказать, потери, большие убытки в своем пчеловодческом хозяйстве. В этом видео вы увидите и услышите основные причины того, почему гибнут пчелы зимой. Зная вот эти факторы смерти, факторы гибели, вы сможете уберечь пчелок и сохранить их потомство. На самом деле причин, по которым гибнут пчелы в зимний период, в принципе, очень много. Здесь могут играть как внешние факторы, так и слабость семей, различные болезни и тем более халатность и несоответственность, так сказать, неопытность самого пчеловода. Поэтому крайне важно изучить всевозможные причины. Всевозможные причины, чтобы уберечь пчелиные семьи от гибели. Самый первый фактор, это, конечно же, недостаток кормов. Пчелам страшны не холода зимой, ведь они смогут согреть себе сами. Да и пчелы, они редко погибают от холода, так как они хладнокровные насекомые. А вот голод пчелкам страшен. Почему пчеловоды так халатно к этому относятся, неизвестно. Скорее всего, из-за жадности, не в обиду сказано. Хотя начинающие пчеловоды могут наступить на эти грабли просто из-за неопытности. Пытаясь сэкономить на подкормке и заготовке меда в зиму, пчеловоды угрожают себе же лишиться безуспешного медосбора в будущем сезоне. Умирает пчелы голодной смертью из-за того, что находятся на, так сказать, центральных голых рамках. И, например, они не могут пересесть на полные медом рамки, потому что им мешает холод. Кроме того, если корм плохого качества, это также влечет за собой как бы, ну не как бы, а гибель семей. Для зимовки рекомендуется использовать мед, как правило, светлых сортов. Например, липовый. Темные сорта, они быстро кристаллизируются, и пчелы не имеют возможности его употреблять. Также стоит проверить нектар на пать. Мед, содержащий пать, может привести к токсикозам, расстройствам пищеварения пчелок и так дальше. Как проверить мед на пать, в принципе, я вам сейчас расскажу. При заготовке меда для питания пчел в период зимовки важно быть уверенным, что в нем не содержится повышенное количество пади. Там что-то вроде бы более 5%. Так как такой мед, он не пригоден в качестве корма пчелам. Употребление ими такого меда в пищу чревато падевым токсикозом или, как мы называем, отравление. И, соответственно, может привести к их гибели. Пать пчелы могут собирать в период, когда возникает нехватка медоносов в округе. И особенно необходимо, я думаю, исследовать мед на наличии пади на тех пасеках, которые используют медосбор с естественных медоносов в лесной зоне. Например, вот у меня, лес. Определить наличие пади в меде можно несколькими довольно такими простыми способами, которые можно использовать, применять и в домашних условиях. То есть вы можете его применить спокойно. Первый способ определения пади в меде – это спиртовая реакция. Для этого берут одну часть меда, например, столовую ложку. При этом желательно вот этот мед взять с разных частей сота, а еще лучше с нескольких рамок в ульях, то есть с разных рамок. Размешать мед в ровном объеме воды. После чего к получившимся раствору добавляют 10 частей 96% этилового спирта. И вот это все стряхивает активно. Если раствор мутный, это свидетельствует о наличии в меде пади. Если же он чистый, то этот мед полностью подходит в качестве корма пчелам на зиму. Второй способ определения пади в меде – это известковая реакция. Ну, для того, чтобы применить этот метод, необходимо подготовить саму вот эту известковую воду. Для этого известь гасится в воде. И при этом получившийся на поверхности вот этот гашеный известный отстой, и есть известковая вода. После этого берется одна часть меда и растворяется в ровном объеме воды. И к получившимся раствору добавляют как раз вот эти две части известковой воды. Все это перемешивается и нагревается до кипения. Если в результате нагревания и происходящей химической реакции образовались хлопья там бурого цвета, которые выпадают в осадок, то это явное свидетельство наличии пади в меде. Если обнаружено повышенное содержание пади в меде, то такой мед, естественно, подлежит полной откачке, замене. Если нет другого меда, то взамен пчелам дают сахарный сироп, ну, необходимое количество сахарного сиропа. Дальше. Второй фактор гибели пчел это плохая вентиляция. Это еще очень часто распространенная причина и ошибка пчеловодов. Из-за недостаточного проветривания гнезда получается сырость. Мокрые подушки, маты, там, рамки, они приводят к остужанию гнезда. После чего пчелы начинают потреблять больше меда, чтобы согреваться, то есть им нужно тепло. В итоге пчелы, они изнашиваются. Их кишечники, они переполняются калом, в меду начинает брожение, перга начинает плесневеть и так дальше. Все условия в совокупности ведут к естественной гибели семьи. Третий фактор это слабость семьи и нехватка количества пчел. Если семья очень слабая, то у нее мало, в принципе, шансов на выживание. В зиму должны идти сильные пчелиные семьи, ведь они более стойкие к условиям выживания. Такие пчелы смогут поддерживать оптимальную температуру нужную и с одинаковой нагрузкой на каждую пчелу. Кроме того, очень важно позаботиться о молодых пчелах. Когда на зиму остаются пчелы, которые участвовали в воспитании молодых пчел, там, строительстве сот, там, меда и так дальше, то нет шанса пережить зиму без потерь. Весной пчелки будут долго чахнуть, так сказать, разгоняться, даже если они и выживут. Поэтому осенью должно быть минимум три рамки с расплодом. Пока он будет, этот расплод, расти, всю работу, например, поздний взяток, вот мед, переработка сиропа, будут выполнять старые пчелы, которые потом отойдут. Еще один фактор это различные болезни. О чем еще должен позаботиться пчеловод? Самым первым делом изначально больная семья не должна идти в зимовку. Ведь ее могут настигнуть в зимовке дальше различные болезни. Самой популярной, естественно, является вараатоз, клещ. Даже если заклещенность составляет какой-то там небольшой процент, это уже повод беспокоиться. Зараженный процент вот этих пчел, они начинают вести себя агрессивно, беспокойно, возбужденно, тем самым цепляя весь клуб. В итоге пчелы без покоя, а им нужен необходимый зимой покой. Они начинают изнашиваться, перерасходуют корм и, в принципе, погибают. Есть и другие причины гибели. Это незащищенность от мышей, мыши. Это не тихий зимовник или тачок. Это плохая погода, например. Незащищенность от мышей. Эти паразиты находят малейшие щелочки, чтобы проникнуть в теплое, уютное, так сказать, для них помещение. Мыши начинают там гадить, грызть все подряд, в том числе и пчел. Пчелы, конечно же, отпор дать не могут, и они привязаны к клубу. И все, что не могут, это просто шуметь и беспокоиться, создавать шум. И, как результат, пчелы до весны могут не дожить. Не тихий зимовник. Если вблизи пасеки есть автомагистраль или железная дорога, или, например, зимовник расположен рядом со столяркой, то это вызывает беспокойство у пчелок. Им тяжелее пережить зиму, потому что гул и так дальше. Плохая погода. Конечно же, не все зависит от пчеловодов. Разные перепады температуры могут сбить пчел с толку. Матки, так, например, почувствовав потепление, начинают откладывать яйца, а пчелы начинают кормить, естественно, расплод, при этом сами начинают более активно израсходовать карман, ну, для поддержания температуры. А потом резко наступает холод, и изношенные пчелы вместе с вот этим неготовым расплодом, они, как правило, гибнут. Как решить эту проблему? Конечно же, решение проблемы состоит в правильной подготовке к зиме. В среднем на зиму нужно заготовить плюс-минус 20 кг мёда, ну, на одну семью. Можно и больше. Лучше переборщить, чем не доложить. В центре следует размещать рамки, заполненные на две трети рамки мёда. Корм должен быть проверенный, естественно, хорошего качества. Также следует обязательно провести обработку пчел, предупредить вароатозу. Вароатоз, акапидоз и, в принципе, другие болезни. Провести можно профилактику на зиматоза. Проверить каждый улей на наличии малейших вот этих всех отверстий, которые могут стать причиной проникновения грызунов в улей, тех же мышей. Стоит обратить внимание и на вентиляцию. Ведь даже хорошо утеплив гнездо, можно не миновать гибель пчел. Ну и, в общем, зимовник, он имеет значение. Чем тише и с хорошей вентиляцией он будет, тем лучше будет для пчел. Ответственно, нужно, конечно же, подходить к складыванию семей. А потом уже к правильному сбору самого гнезда для каждой семьи индивидуально. Зимой пчеловод, он должен периодически контролировать свою пасеку, делать контроль. Если какое-то гнездо пчелы живет неспокойно, значит, нужно найти причину и устранить ее. Вдруг там вот мышка, например. Когда корм заканчивается, пчел нужно дополнительно подкармливать, например, положив в канги или доставив в рамку с медом. Или положив, или доставив в гнездо. Нужно помнить, что часто вот эти осмотры пчел зимой ничего хорошего вам не сулять. Не стоит тревожить пчел понапрасну, ради любопытства и заглядывать к ним через день, например. Научитесь слушать и слышать пчел. По звукам, которые издают пчелы от вольи, можно определить, как проходит их зимовка. Это, в принципе, самый простой и самый доступный способ, который не навредит пчелам так, как вскрывание, допустим, гнезда через день. По ровному, тихому, однотонному звуку сулья можно определить, что семья зимует, в принципе, хорошо. Что и вам желаю. Все. Всем удачной зимовки. И помните, будущий медосбор, он полностью зависит от пчеловода. Насколько ответственно он подойдет к вопросу зимовки своих пчелок, тем меньше мертвых пчел будет на весну. Ну, как-то так. Все, друзья. Всем спасибо. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok